всем привет с вами канал переход так я марина тушевская и я елена ревнова приветствуем вас сегодня лет я хотела бы поговорить о программах о тех установках которые влияют на нашу жизнь привнося нам в нашу жизнь комплексы депрессии страхи вот вообще что это такое программы потому что ты очень часто используешь именно этот термин слова программа это как компьютер вы вносите программы в компьютер и потом используйте их по назначению но иногда в компьютер попадают вирусы или попадает программа которая вам потом не нужна но она забивает вашу память и вот это слово появилась программа в принципе его можно перевести как установки ограничивающие убеждения зацепы маятники как угодно но у меня получилось программы то есть любая программа это или минус или плюс то что имеет полярность это все программы когда человек вне программ так он находится взяли в золотой середине или в состоянии свободы чистоты поэтому вот слово программы это как раз то что программирует человека на какие-то действия на какие-то слова те которые иногда люди произносят к твой зачем я это сказал то есть правильно я понимаю и программа это обязательно должна быть полярность хорошо плохо до звучать да то есть наш мир дуален соответственно есть плюс есть минус и вот это как маятники раскачивается до до минусу это и есть программа да а допустим про установка такая которую мы детям например даем в детстве упадешь не ходи упадешь или вот подобные я заболею то есть это тоже же установки программа да это да это программация негатива а есть вот тут а это не да но вы также можете программировать на позитив это всегда будут программы вот например не ходи туда упадешь это тут какая полярность в этом упадешь это страх уже закладывает вам слово словосочетание негативное то есть уже нет доверия миру нет доверия течению каких-то событий в этом мире да и вы уже изначально закладываете не ходи упадешь но к этому у вас там будут программы разобьет ногу придется с ним там бегать лечить его холить лелеете ему будет больно он будет страдать это 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 вроде казалось бы такая фраза не ходи туда упадешь да ну почему не ходить упадешь да иди я просто буду рядом да ну это относительно маленьких людей пока мамочка это говорит закладывает ему программу не ходи в бизнес ты можешь там что-то потери потерять или разориться или упасть не ходи там замуж или не женись там могут быть недоразумения я тебе найду куда надо да то есть вот простой вот такой вот запрограммированности не ходи ты там упадешь вы уже изначально и в детстве лишаете детей двигаться свободно изучать этот мир расширять его вот так программа работает то есть в этой программе мы имеем негатив поэтому где есть негатив там может быть и позитив а скажи например позитивная это тоже будет программа так как у нее дуальность например иди туда и будет тебе счастье будет тебе успех до жизнь праздник да да это тоже программация но лучше программировать себя на хорошее дело в том что с программами какой нюанс то что есть минусовые программы или есть плюс плюсовые программы да вот эта дуальность нет разницы минусовая иногда делает самое лучшее для человека в жизни что могло бы быть а плюсовые допустим они могут исказить его жизнь и втащить его минус и вот эта путаница она все время происходит и нет разницы какая программа их важно знать видеть да и не впяливаться в эту программу в кошмар и ужас да или в прекрасную программу у меня вот будет я буду счастлива и ты 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 но не познав негатив да что-то возникнет в вашей жизни какой-то ветерочек поднимется а вы не будете знать что с ним делать поэтому программа это неплохо не хорошо их просто надо знать когда вы знаете две это как у одной медальки две стороны есть такая есть такая но переход в так заключается именно в том что познав эти обе стороны вы входите в золотую середину грубо так скажем да я называю так как вы определили для себя там нет не хорошо неплохо потом есть просто четкое определение и все вот скажи многие знают термин родовые программы и когда начинаешь объяснять что такое переход в так что вот есть понятие программы люди спрашивают а что это такое ну установки убеждения но когда они слышат слова родовые программы а но все ясно это вот имеет что-то общее два этих понятия ли это все-таки разные ну во-первых переход в так объяснить словами это просто геройское геройство давай о программах говорим родовые программы люди иногда немножечко путают есть программа поколений до в семье вы в какой-то рождаетесь там были дедушки бабушки и там заложены эти программы а родовые программы это немножечко другое рот это не поколение рот это более высокий уровень сознания уже у человека да и рот это то что было до вас то что есть у вас это что будет после вас то есть как бы тонк днк вот днк несет информацию и поколений и тонкого плана родов допустим у вас в семье все такие здоровые все классные у вас все поколения все прекрасные да и в вашей семье рождается ребенок и у него проявляется какое-то заболевание которого в ваших поколениях не было да и вы недоумеваете откуда это как раз родовые программы то что записано на тонком плане то есть вы как единица этого рода вы единственной в своем роду который сейчас здесь проходит этот путь именно вы придя сюда с этой задачей до вы ее или измените и в этот момент когда вы приняли на себя ответственность вы уберете это нейтрализуете и тогда род который был до вас становится чистым от этого вы становитесь чистым от этого и рот который будет после тоже становится чистым я сейчас попробую объяснить это на простом примере чисто бы того предположим что есть какой-то семья в которой там семеро по лавкам до когда-то давно она была и в семье рождается ребеночек называли их блаженными да и кто-то из семьи стеснялся этого ему было неудобно или что-то чего-то да и он на храпом силой магии какой-то или в каких-то внутренних возможностях сказал нет в нашей семье теперь всегда будут рождаться здоровые дети то есть этот ребенок семье пройдет тот путь который пройдет но единственный кто взял на себя ответственность сказал теперь так не хорошо неплохо всегда только здоровые дети все с этого момента все поколения в этом в этой линии будут рождаться здоровыми они могут быть счастливыми не счастливыми такими и такими но здоровые будут всегда это вот примерно об этом только здесь мы видим бытовой уровень да а это поколение мы передаем там люди передают там сахарный диабет давление до врачи говорят у вас в семье кто-то там что-то был это неважно были или нет человек взявший на себя ответственность он это изменит его дети будут уже по-другому жить потому что он изменит слова действия и он заложит детям уже чистые программы где нет болезней где нет давления где нет сахарного диабета и дети будут предполагать приходя к врачу у вас были в роду так в поколениях таких нет у нас все здорово ладно значит у вас сахар в порядке ну примерно так получается поколение все это поколение но родовые они тоже есть и на быту они выйдут например допустим семья стоматологов и поколение за поколением все были стоматологи да и рождается ребенок и говорит нет я буду шофером там все в шоке не могут понять они начинают его гнобить или заставлять или что-то чего-то он говорит то я шофером хочу быть вот эта родовая программа там пошла то есть она вне поколений или например рождаются семье два ребенка два от одних родителей в одной квартире в одной той же но вдруг эти дети абсолютно разные понятное дело что родители выросши вырастил одного ребенка он обрел новые знания новые опыты он уже другому дает чуть по-другому да он другие программы уже ему закладывает и поэтому они становятся разными но при этом иногда смотрят родители горит пушу минут как могут быть вот вообще там разные два мальчика разность их заключается в том что приходят они из разных родов поколение одно мама папа девушки бабушки рода разные для чего это происходит чтобы они научились принимать рода другого очень может быть что мама или папа тоже из разных родов и три человека могут быть в семье из разных родов а могут быть и одного рода да бывает такое слышали такое родственные души да муж женой бывают или брат сестрой или там брат братом сестра сестрой а иногда вы с чужим человеком встречаетесь и вы ощущаете вот это родственные души вот это рот один и души родственные на тонком плане души да да но мы же все абсолютно соединены мы есть единое целое внешне глаза только нас разделяют поэтому программы которые идут родовые конечно это уже на этот уровень выходят люди те которые прошли уровне простых людей они прошли уровне магов и вот уже дальше идет уровень осознанности то есть это вот надо пройти все а люди обычные непогруженные вот эти темы к под родовыми программами наверное подразумевают программу поколений ну возможно это надо вот каждый конкретный случай смотреть потому как вот общую взять какую-то нет возможности но если вот мама например переживала за своего ребенка то этот ребенок вырастет и будет переживать за своих детей точно также эта программа поколения поколения да да и наверное многие подразумевают именно под родовыми программами программа поколения может и так это вот надо более конкретно с человеком не знаю о чем они вот еще вопрос про маятники но маятники это те же самые программы это из книг сделан да 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 там говорится о том что это энергоинформационные сущности которые выкачивают энергию будь то положительная энергия но лучше они питаются отрицательной энергией она мощнее она больше и маятники специально даже некими средствами имеющиеся у них в арсенале они выводят человека на отдачу вот этой негативной энергии и даже в каких-то книгах своих сделан он описывал эти маятники что вот представьте себе комнату и тут такая незримая паутина на тонком плане так живут маятники и когда вот вы ругаетесь вот именно вы им в эту сеть отдаете энергию вот скажи а программа в которой ты говоришь установки убеждения это вот об этом же да об этом же именно об этом я не очень знаю вот про зеланта что он что он там рекомендует но каждая программа своего рода маятник только каждый этот маятник маятник вот одна негативная да но к этой паутине вот маятник есть какая-то программа которая энергию качает но к ней есть много много названий и вот каждое это название это тоже программки маленькие да есть большая основная программа да вот маятник наверное да а есть маленькие программки которые с этим маятником двигаются негативные позитивные неважно вот когда вы переосознаете их то приходя к большому вот этому маятнику наверное это страх какой-то да маятник раз он негативную но если негативная да а приходя к нему вы его уже знаете в лицо этот маятник и даже если он возникает в вашей жизни да как программа ну простите я это программы называю возникает программа в другом человеке вы ее знаете ну вы знаете мультик ну погоди да и кто-то скажет что он плохой там волк бедного заяца достал а другой скажет да нет это бедный заяц достал волка да то есть такой очень яркий мультик но когда вы переходите в так вы не даете оценку этому мультику хороший волк плохой волк заяц такой или такой вы просто видите то что сначала там заяц бегает за волком вы видите действия которые они совершают потом волк за зайцем да то есть вот вы просто это видите и вот тогда эта программа теряет над вами власть да и тогда она не будет качаться хорошая или плохая но если вы будете объяснять доказывать и вибрировать на эту тему то конечно эта программа начнет расти она все ваше внимание вашу жизнь все будет туда забирать ну как-то примерно так ну у нас даже есть видео на тему сущности сущности да да то есть я понимаю так что на бытовом таком уровне программа это вот то что мы можем видеть это убеждения какие-то которые ты получил с детства либо схватил где-то который имеет полярность хорошо да а на энергетическом плане то есть это некие сущности которые пытаются выкачать энергии эти сущности создал сам человек то есть это не откуда-то на нас свалилась никто-то для нас это создал это создавали люди сами да вот это надо осознавать если сами люди это создали то им очень легко самим переосознать это и сделать все иначе в этом прелесть если мы будем просто себя уговаривать на хорошо да то негатив будет сжиматься вы же будете усилие прикладывать и долго-долго уговаривая себя на хорошо и потом фух и плохо уйдете да и вот это путаница а период переход в так он обучает тому что хватит просто принимать когда тебя бьют все время в нос как это принять да как это простить когда вы прописываете программы у вас нет надобности уговаривать себя терпеть или что-то вы начинаете переопределять а это как хочу хочу не плохо не хорошо как хочу я для себя лично программа возникает тогда когда человек начинает думать о том как бы с другим себя повести вот тогда начинаются программы тогда начинаются эти маятники но когда вы переопределяете к хочу я для себя я хочу идти в зеленом костюме вы четко определили я иду в зеленом костюме но если вы включите в свой ум мысль а как на меня посмотрят другие а а как меня оценят это уже программы посмотрят как оценят вы полярность хотите познать хорошее или плохое от одних вы услышите зеленый сегодня не в моде другие скажут зеленый вообще цвет непонятный это трава зеленая а сейчас розовый надо носить потому что травы розовой не будет ну какой бред и вот относительно вот этого взаимодействия что и как с миром свяжется вы попадаете в мир программ то есть в мир мнений совместных или просто мне не мнение это когда мне говорит не я а мне говорит программа что хорошо что плохо это об этом и когда вы это познаете маятник становится просто мультиком ну погоди любая программа становится просто мультиком ну погоди но их надо узнать познать осознать тогда вы становитесь свободными да кто-то говорит зеленый нынче не в моде вы моды это у вас вы живете в мире моды и вам надо там какие-то правила устанавливайте играйте в какие-то игры это ваша история для меня зеленый цвет когда я одеваю зеленый костюм я чувствую себя гармонично у меня свободен ум от этого хорошо или плохо у меня внутренняя сила во мне приумножается я иду с радостью в комфорте на то дело которое я сегодня для себя определил я встречаюсь с людьми ощущает внутренний комфорт и они таким же откликом общаются со мной потому что я это распространяю как я хочу я могу дарить свою улыбку свой мир внутренний этот душевный всем остальным поэтому любая программа это взаимодействие оценочная система и познать надо все спасибо по сегодня не только узнали что такое программы родовые программы но даже узнали механизм их нейтрализации да он очень простой улыбка улыбка